Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Настя Волынец обвинила Машу Тулееву в том, что она сует нос в их пару с Богданом. Маша оправдывается. Пока Настя и Богдан были на выходном, я получила сообщение от Богдана. Для меня это было полной неожиданностью, но я решила его вывезти на чистую воду и продолжила переписку. Настя же узнала об этой переписке, началось выяснение отношений. В итоге выставили меня виноватой, хотя изначально она сама просила меня устроить проверку. На доме, где живут Африкантовы, висела надпись с их фамилией, но кто-то сорвал буквы, остались только эти три. Влад Кадо не шутит. Давайте представим, что это аббревиатура и расшифруем ее. Я попробую первый. Товарищи, осторожно, ведьмы. Я по-доброму, пишет Влад и в хорошем смысле слова. К Венцу Венгржановскому пригласили на поляну психолога-сексолога. Участники проекта называют Венцеслава диванным клопом. Они готовы избавиться от него на ближайшем мужском голосовании, если он не начнет строить любовь и принимать активное участие в жизни коллектива. Андрей Черкасов в компании с Леной Эбосс и Сашей Харитоновой ездили в Центр Крови. Харитонова пишет. Андрей большой молодец, он является ветераном по сдаче крови. Каждый год наш бравый офицер дарит здоровье другому человеку. Ну а самой Харитоновой не удалось стать донором, потому что недавно она сделала татуировку. Татьяна Владимировна Африкантова ответила на некоторые вопросы подписчиков, поделилась последними слухами. Она рассказала, что семья Африкантовых останется на проекте до тех пор, пока не решат их отправить за ворота. Пока едим и говорим, сказала Татьяна Владимировна. Также женщина рассказала, зачем они взяли деньги у Андрея Чуева без спроса – 300 тысяч рублей. Чуев позволил взять себе деньги с Венца на аптеку, потому что он заразил Чуева и ему пришлось лечиться. Так мы тоже бьем Чуева той же монетой. Сколько страданий принес Чуев Марине, вот и нужны деньги на массаж Марине, восстановить силы. Чуев хранил деньги в ящике под кроватью, мы взяли и дружно с ребятами пересчитали, чтобы он не обвинил нас в воровстве и даже составили бумагу. Также Татьяна Владимировна ответила на многочисленные вопросы Аяне, о ее участии в конкурсе «Человек года». Поскольку «Человек года» будет проходить с песнями и только, Аяна хорошо поет, то решили, что она будет участвовать и проходить уроки вокала. Зрителям будет интересно ее послушать. Присутствие же несовершеннолетней на проекте под присмотром взрослого родственника допускается. Это подтвердил и Алексей Михайловский, генеральный продюсер «Дома-2». Он сказал, «Яна здесь с родителями, причем с обоими родителями». И в органы опеки жаловаться не имеет смысла. А недовольным зрителям он посоветовал присматривать лучше за своими детьми. Ходят слухи, что Женя Кузин из отпуска может не вернуться. Как вы помните, они отдыхают на Кипре. Саша Артемова точно отказалась идти на проект, а Женя еще находится в раздумьях. Коля Должанский опубликовал фотографию со своей бывшей женой. «Это мы с Оксаной», подписал он снимок. «Оксана моя бывшая гражданская жена. Мы жили вместе в 92-94 годах». Бывшая участница телепроекта Нелли Ермолаева вышла замуж. Ее избранник Кирилл Андреев. Они знакомы 4 года. Два года назад молодой человек сделал предложение о своей возлюбленной. И с тех пор поклонники ждали, когда же состоится бракосочетание. Поздравляем Нелли! Из бывших домовцев на свадьбе были Ольга и Илья Гожиенко, Даша и Сергей Пынзарь с новорожденным сыном, Влад Кадони, Алена Водонаева, Элина Камерен и Маша Адоевцева. Более подробно о красивой свадьбе Нелли Ермолаевой смотрите в нашем спецвыпуске. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!